Юля, ну, вы знаете, самая такая, самый большой фейк, наверное, этой недели, а может быть, последних двух недель, это история про грязную бомбу, которую сейчас изо всех сил, там, вся русская пропаганда, этот вопрос относится с ним как дурень списанной торбы. Скажите, почему, какой подтекст, с вашей точки зрения, да, что за этим стоит? Почему они придумали эту дурацкую историю с грязной бомбой? Для чего? Слушайте, тут уже в Твиттере по этому поводу столько мемов. Последнее, что я прочла, это звонит кто-то, говорит, алло, я хочу вам рассказать про грязную бомбу. Ему отвечают, пошел вон Шойгу. То есть, при том, что я не сомневаюсь, что они в Кремле, простите, достаточно отмороженные на голову, чтобы действительно применить ядерное оружие, когда Путин поймет, что он загнан в угол. Но поскольку он сейчас вряд ли считает себя загнанным в угол, то это носит характер настолько шпатовского блефа, что, в общем, наверное, снижает опасность всей угрозы в целом. Потому что, ну, как-то совсем смешно. Роман, оружие, которое нам должны поставить. В последнее время мы видим письма сенаторов американских, которые то просят у Байдена о том, чтобы он занялся переговорами, то назад отзывают свое письмо, выступление Папы Франциска, еще у кого-то. Как вы считаете, готов ли сегодня Запад к жесткому продолжению войны? Или все же часть политиков будет настаивать на том, чтобы переговоры каким-то образом начали обсуждаться? Ничего нового не произошло. То есть все старые движения россиян по усаживанию украинцев за стол переговоров, а это равно капитуляции, продолжаются. Примерно те же самые лица и носятся с одними и теми же посылами. И, естественно, их и посылают в одно и то же место, по крайней мере, вслед за русским кораблем, потому ничего из этого посыла россиян не выйдет. То есть примерно ситуация останется на том же уровне. Украинцы пока не выйдут на границу 1991 года. Ни о каких переговорах речи быть не может. Юль, вопрос к вам. В последние дни были такие интересные новости, которые были связаны с тем, что разбомбили завод иранских дронов. Плюс вчера в Тегеране был расстрелян офицер, который якобы имеет отношение к поставкам в Россию этих дронов. Как вы думаете, случайно или не случайно его нашли в автомобиле с огнестрельными ранениями, которые привели к смерти? Слушайте, про офицера к стыду своему сказать вообще ничего не могу. Хотя, насколько я понимаю, например, в 2020 году Израиль провел целую серию операций в Иране. Речь тогда шла об уничтожении тех людей или тех производственных мощностей, которые так или иначе имели отношение к ядерному оружию. И там в течение пары месяцев буквально каждые 2-3 дня что-то взрывалось или кого-то убивали. И израильтяне говорили, ну не, ну мы, конечно, ни при чем. Так что это я к тому, что если кто-то этого товарища грохнул, то это точно сделал еще не ГУР. Так далеко ГУР еще не умеет. А что касается сирийского завода, то я думаю, что Израиль в первую очередь в данной ситуации думал о своей шкуре, потому что, как показывает этот опыт, эти дроны действительно чрезвычайно опасны. Не потому что они высокотехнологичные, а наоборот, потому что это такая низкотехнологичная дрянь, которая, видимо, Израиль решил, это называется, уничтожить в зародыше. Потому что гораздо дешевле одной ракеты долбануть всю фабрику, чем потом расходовать дорогие ракеты на то, чтобы этот трехкопеечный дрон уничтожить. Хотя Израиль их до сих пор, насколько я понимаю, все перехватывал. Продолжение следует...